Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы вдруг решили подключиться к интернету по Wi-Fi, но не видите ни одной доступной сети, у вас пропал Wi-Fi или значок сети на панели уведомлений имеет в виду антенны с красным крестиком, далее в видео я покажу чем может заключаться проблема и как ее решить. Первым делом у вас может возникнуть мысль, что рядом нет доступных Wi-Fi сетей, потому ваш ноутбук и не может найти их. Но что же делать, если вы точно уверены, что хоть одна сеть должна присутствовать, так как вы находитесь у себя дома. Сперва давайте разберем в каком направлении двигаться. Все-таки сначала убедитесь есть ли в округе доступные Wi-Fi сети. Для этого попробуйте подключиться к беспроводной сети с другого устройства, к примеру смартфона. Откройте настройки Wi-Fi и осуществите поиск беспроводных сетей. Если ваш телефон видит хоть одну сеть переходим снова к ноутбуку. Если у вас здесь горит красный крестик и при нажатии на него, то это одна проблема. Если же кнопки Wi-Fi здесь вовсе нет, то это уже другая проблема. Итак, давайте разберем, есть ли здесь вы видите красный крестик. Первое, что нужно сделать, это проверить включен ли Wi-Fi модуль. Для этого открываем параметры сети интернета, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера. Здесь ищем беспроводную сеть и проверяем, не отключена ли она. Право и кнопкой мыши по сети включить или отключить. Следующее, что можно сделать, это запустить диагностику неполадок. В некоторых случаях это может помочь. Нажмите на значок подключения к интернету на панели уведомлений и выберите «Диагностика неполадок», после чего появится окно диагностики и Windows попытается найти и устранить возможные причины, по которым ноутбук не видеть в Wi-Fi сети. Ждем результатов. Как видим, средство пишет, что у нас отключен Wi-Fi модуль. К примеру, есть сочетание клавиш, которые отвечают за включение Wi-Fi модуля. Это может быть Fn плюс F2, какая-то отдельная кнопка. Проверьте включена ли она на вашем ноутбуке, возможно вы случайно выключили его. Найдите на ноутбуке соответствующую клавишу и проверьте его включение. Если же у вас все включено и по-прежнему горит красный крестик, запускаем диагностику и в результатах проверки Windows может сообщить, что служба беспроводной связи не запущена на этом компьютере. Здесь можно попробовать выполнить восстановление от имени администратора или же если такого решения нет или оно мне помогло, откройте окно служб, набрал поиски службы или правой кнопкой мыши по меню пуск, управление компьютером, службы и приложения. Находим в списке службу автонастройки VLAN и смотрим каком она состоянии. Состояние должно быть в режиме выполняется, а тип запуска автоматический. Если же служба отключена, то нажмите на нее правой кнопкой мыши, выберите свойства, здесь установите тип запуска автоматический и нажмите ОК, а затем перезагрузите компьютер. Теперь проверяем подключение. Также обязательно проверьте в центре мобильности включена ли здесь беспроводная сеть. Чтобы открыть центр мобильности Windows кликните правой кнопкой мыши по меню пуск и выберите здесь из списка центр мобильности или откройте окно выполнить с сочетанием клавиш Windows Plus R и введите следующую команду. Когда она здесь отключена, как раз и появляется красный крестик рядом с сетью на панели задач, нажмите здесь включить беспроводную сеть. Этим действием вы активируете ваш Wi-Fi модуль. Следующее что нужно сделать это убедиться, что на Wi-Fi модуль установлен подходящий драйвер. Чтобы проверить это достаточно зайти в диспетчер устройств, жмем правой кнопкой мыши и выбираем из списка диспетчер устройств. Открываем сетевые адаптеры. Здесь должен быть адаптер в названии которого будет Wireless или Wi-Fi. Это и есть адаптер через который ноутбук подключается к Wi-Fi. Если он у вас есть, то обратите внимание на иконку, которая возле названия. Она должна быть такая же как и у меня. Если у вас там только один адаптер, сетевая карта LAN и нет беспроводного адаптера, то скорее всего это значит, что нужно установить драйвер. Нужно зайти на сайт производителя вашего ноутбука, найти там свою модель, перейти в раздел загрузки драйверов и скачать драйвер для wireless адаптера. Затем запустить его установку. Если беспроводной адаптер есть, но Wi-Fi не работает, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите свойства. Обратите внимание, что будет написано в окне состояние устройства. Там должна быть надпись устройство работает нормально. Снова нажмите правой кнопкой мыши на адаптер и посмотрите есть ли там пункт задействовать, если есть выберите его. После этого все должно заработать. Также можно попробовать откатить драйвер. Если у вас обновился драйвер и перестал работать Wi-Fi или обновить в том же окне свойств. Также можно попробовать переустановить драйвер. Нажимаем здесь удалить. Но прежде нужно скачать подходящий драйвер с официального сайта производителя или перейти здесь во вкладку сведения, выбрать ID оборудования и по этому коду найти драйвер в интернете. Скачать и установить после удаления или просто удалить и дать операционной системе самостоятельно установить подходящий драйвер. Еще есть одно интересное решение – измените регион в настройках. Для этого в диспетчере устройств откройте свойства Wi-Fi адаптера и на вкладке дополнительно выделите пункт Country Region 2.4 ГГц. Измените его на следующее значение. Возможно в вашем случае поможет установка другого значения. Ну а если у вас вовсе нет кнопки управления Wi-Fi адаптером – откройте параметры – сеть и интернет. Если здесь нет пункта Wi-Fi, а на вкладке режим в самолете вы видите следующую ошибку – не удалось найти беспроводное устройство на этом компьютере – это может значить что у вас не установлен драйвер на Wi-Fi, нет Wi-Fi приемника либо он выключен. Как установить драйвер и включить Wi-Fi приемник вы уже знаете. А если вы используете стационарный ПК вам нужно будет использовать Wi-Fi адаптер, все эти способы решения проблем с отсутствующим Wi-Fi подключением подойдут для Windows 10, 8 и 7. А на этом все, я надеюсь что эти рекомендации помогли вам решить данную проблему. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok